Народ, привет! Буквально только-только компания Oppo, слышали наверное за такую, представила свой новый флагманский смартфон. Да, компания провела презентацию своего Oppo Find X2. И знаете что? Аппарат получился настолько хорош, что я просто не мог про него не рассказать для вас прямо сейчас. Поэтому устраивайтесь поудобнее, потому что возможно вы сейчас увидите именно тот смартфон, который поразит вас и вы захотите приобрести именно его. Что ж, начинаем. Oppo Find X2. Это один из лучших, если не самый лучший смартфон в 2020 году и из представителей китайского сегмента. Телефон обладает просто потрясающим спектром особенностей и добротным функционалом, что делает его очень привлекательным флагманом на сегодняшний день. Но обо всем по порядку. Начнем с того, что вас сразу встречает при покупке смартфона. И нет, это не экран. Это коробка на рот и то, что в ней лежит. А лежит в ней, как ни странно, смартфон и особенный блок и провод. Позже я расскажу вам, почему они особенные. Естественно, в комплекте лежит гарнитура USB-C и силиконовый чехол, который рекомендуется сразу менять на более достойный. Но приятен факт того, что он вообще есть. А вот теперь поговорим о том, что вас встретит при первом включении этого смартфона. И да, на этот раз это экран. Безупречный 6-7 дюймовый AMOLED с изогнутыми краями и разрешением 3168х1440 пикселей. Поистине внушающий дисплей, но это не все его достоинства. Вот вам еще парочка. И сейчас, внимание, постоянный 120 Гц. Это просто великолепно. Samsung, учись. И как говорит сама компания OPPO, это смартфон для игр, кино и ютюба. И сложно с этим не согласиться. Кстати, искушенные профессионалы тоже порадуются этому дисплею, ведь он имеет 10-битную глубину цвета. Прямо как на профессиональных решениях. И это круто. Естественно, отпечаток пальца расположен в экране, а прикрыт этот самый экран стеклом Gorilla Glass 6 с небольшим вырезом под селфи-камеру в левом верхнем углу. Но так как одним экраном сыт не будешь, переходим к начинке. А начинка тут, как и ожидалось, самая максимальная из возможных. В смартфоне установлен процессор Snapdragon 865 с видеоядром Adreno 650. Любая игра, любая задача просто разобьется о мощь этого процессора. Вдобавок ко всему этому, в смартфоне установлено 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной. Без возможности ее расширить, к сожалению, если вдруг вы захотите это сделать, у вас не получится. Также стоит уделить внимание тому, без чего этот смартфон не работал бы. Аккумулятор. Он тут особенный, с особенными технологиями зарядки. OPA сделали для вас максимально безопасный двойной аккумулятор с возможностью быстрой зарядки SuperVOOC 2.0 65 Вт. С этой зарядкой ваш OPA зарядится от 0 до 60% за 15 минут, а от 0 до 100% за 40 минут. Абсолютный рекорд. Только есть одна поправочка. Помните, я сказал, что провод и блок у смартфона особенные? Вот именно потому, что только с ними вы получите такую зарядку, с любыми другими, разумеется, вы будете заряжаться так же, как и все. Ну и переходим к последнему основному пункту в этом телефоне, к его камере. Тут все также очень хорошо. Основная камера это 48 Мп сенсор от Sony IMX586. Эта камера имеет 4К 60 кадров в секунду, 8К не может, а больше вам знать и не нужно. Второй модуль на 13 Мп с 5-кратным гибридным зумом и 20-кратным цифровым. Слабовато по зуму, если вспомнить сами знаете кого. Откровенно говоря, не всем он так нужен. Ну и последний модуль на 12 Мп также от Sony IMX708. Это ультраширокий модуль на 120 градусов и кинематографическими возможностями. Так что это вот такой вот смартфон для кино. Ну и напоследок пробежимся по фичам. В смартфоне установлены стереодинамики с технологией Dolby Atmos, однозначно зачет. Аппарат поддерживает Wi-Fi 6, но не поддерживает 5G на территории RF. Это именно если вы купите аппарат здесь. Заграничные будут работать 5G. Также хотелось бы отметить официальную международную гарантию, которую вы можете воспользоваться в любой стране, где есть официальный сервис OPA, и починить смартфон, если он попадет под гарантийный случай. Вам на выбор представили два цвета. Черный и градиентный переливающийся синий-фиолетовый. И это в принципе все, народ. Купить такой смартфон будет можно за 70-75 тысяч рублей, что для кого-то может показаться перебором за какое-то OPA, но на самом деле смартфон стоит этих денег. Опять же, это лично мое мнение. Вы же должны написать в комментариях свое. Делитесь своими мыслями об этом девайсе. Пишите, хотели бы вы больше информации про этот бренд, или же вам достаточно того, что вы услышали. И как всегда, мы с вами увидимся уже очень скоро в следующем видео. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok